Итак, голубая линия, это канал 2, деление, клетка 100 мВ, и здесь примерно 120-130 мВ. Этот канал подключен к этому элементу, который состоит из двух вот таких одинаковых нержавеющих штук. И между ними проложена бумага. И я уже сюда залил воду, а в сухом состоянии она показывала ноль. Вода вся протекла, и напряжение вы видели, какое на этом элементе. То есть эти штуки одинаковые, всё одинаково. Единственная разница это то, что сила гравитации, сами понимаете, куда направлена. Ну и для теста, да, график ещё не обновился. Но я налью воду, и мы посмотрим на осциллограф, как изменятся показания, если они вообще изменятся. Потому что бумага, она уже мокрая. И протекает она здесь в щели, то есть не через бумагу. А если считать, что эта гравитационная сила создаёт некую ЭДС, то она действует через ту часть бумаги, которая пропитана водой, а не то, что здесь мимо протекает. Я вообще дальше планирую сюда загрузить органический материал, чтобы получить биоэлектрохимический элемент. Но пока вот протестировал без ничего и видел вот такой интересный ЭДС, который для концентрационного химического элемента достаточно высокий, если думать, что это там какой-то концентрационный эффект. Так, ну вот, мы видим падение напряжения. Когда я воду налью. Можно понаблюдать, можно понаблюдать, когда, пока этот график до конца не доедет, а потом видео я завершу. Ну а жёлтый – это первый канал, это старый элемент, который состоит из мембраны на керамике и кислоты, и щёлочи в двух частях, которые медленно реагируют. И он уже так несколько дней стоит. Но это к теме не относится. Есть на канале видео, которое называется… Которое называется… Альтернативные топливные элементы. Да. И, может быть, я в описании ссылку вставлю. Почему напряжение упало? Ну, возможно, вода, которая течёт мимо, она как-то шунтирует на себя. Я не знаю. И вообще, как бы, не стесняйтесь, пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой ячейки. Действительно ли это может быть гравитационное влияние? То есть, сила гравитации, преобразованная в электрический ток напрямую. Но очень маленький. Я сейчас, наверное, поставлю туда нагрузку. Да-да-да, точно. Один килоом сейчас поставлю. И так, вот у нас резистор. Её замыкаем. Да, и на графике там уже что-то есть. Просадочка. Но не до нуля. Не до нуля, значит, какой-то ток там есть. Возможно, если туда залить какой-нибудь сильный электролит, ток будет сильнее. Но я планирую здесь органику проверить. У меня есть сухой можжевельник. Или что-нибудь ещё там поищу. Ну и я думаю, если эта тема получит какую-то серьёзную поддержку на этом канале, да, там в описании будет указан WhatsApp, то я, наверное, попробую сделать элемент на человеческих отходах, на продуктах жизнедеятельности. Сами понимаете, каких. Но это всё очень слабо. Так чисто. Для интереса. Так. Какого. Так. Субтитры сделал DimaTorzok